Привет, зритель! Кратенький ролик того, что я тут ценовать брест купила. Мои вопли по поводу того, что на озон мне не везет с орехами. Ты можешь почитать в моей телеге. Ссылка на нее есть на канале и в инфобоксе. Тутовник. Я покажу, ну в смысле оставлю потом, так мне телефон сейчас вообще по-моему на кухне. Я в комнате. Оставлю в инфобоксе артикулы. Если хочешь, можешь заказать. Я заказала все пакетики. У меня были немножко иной фирмы. Вообще года три назад купила, но они у меня внезапно практически закончены. Сколько бы они есть, они заполниваны, но у меня вот чисто так пакетиков уже нет. Тут или 10 или 20 штук. 20 штук по одному литру с зажимом. Хорошо в морозилке использовать, ну и так что-нибудь положить. И у меня закончился семена чья. Тут немножко оно как бы внутри рассыпалось, но тут пакет еще, так что в принципе проблем особо нету. Мало ли что где рассыпалось. У меня паста финиковая с озона пришла в скрытой упаковке. Одни орехи отменились, а другие пришли. Сегодня я сделала возврат. Они были вообще без опознавательных знаков, даты жизни, с ней вообще чего-либо и выглядели так, будто они уже по ним проехали. Семена чья. Тут 700 грамм. В этот раз у меня такие вот светлые семена чья. В тот раз у меня были темные. Кстати, если у тебя проблемы с ногтями, то потребляй семена чья. Проверено на мне. Ну, а это вот сезон. Я заказывала вообще тете, но мы решили разделить на 2. Ну, там было 3 пакетика. 169 рублей от Моли. Вообще писали в отзывах, что там по 7 таблеточек в пакетике, но я нащупываю только 6 таблеток. Выглядят они на... На фотке не выглядели более плоские. Тут вообще такие конкретные слоны. Что-то в отзывах писал, что на полочку с продуктами ставил. Тетя у меня офигела. Ну, типа того, что, ну, как это вот ставили, оно очень вкусно пахнет лавандой, но оно реально очень сильно пахнет лавандой. Для белья это нормально. Для жирственных вещей, да, вот в пищу как-то это ложить. Все лавандой провоняет. В общем, вот заказики у меня такие. Смотри, Сайя, Дон. Если ты что-нибудь делаешь из плутовника, который шелковица, дай знать в комменты. Я делала как-то, ну, покупала пару раз на развес у нас у индусов. В Ашане магазинчик раньше назывался миндаль, там специи, орехи, и все такое вот сухофрукты, и много чего есть. Я делала конфеты. Потом как-то делала такую, ну, поленилась я тогда делала первый раз все отдельно. Измельчала в блендере в браун, который мне подруга дала. Теперь у меня чуть больше, чем один в блендере в браун. Короче, и смешала вместе. Уже получилась не совсем та консистенция у конфет. И у меня большая часть потом в итоге испортилась. Что-то я забыла, что-то оно вот, ну, как-то умерло. В этот раз я хочу уже с умом как-то к этому подходить. Я читала отзывы, что можно размачивать ее. И она практически, ну, хорошо впитывает воду, и практически как настоящая такая свежая становится. Ну, не в смысле, что это поддельно, а вот именно что. Как будто свежая становится, из нее можно варить комфорты, как из сухофруктов. Но я изначально ее покупала чисто как вот с чаем есть, она сладенькая. Ну, и конфетки из нее делать. Такие дела. Ну, пока, те зрители. Не забудь поставить палец кверху.